Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, как помочь тебе справиться со страхом потери мамы. Ну, я думаю, разрешить себе злиться, потому что страх потерять человека, и именно вот страх потерять человека, да, это история про подавленную агрессию на человека. Так, опять же, то есть вот этот вот, на мой взгляд, такой неприятный факт вам нужно признать, вот. В первую очередь, это первое. Второе, да, это одиночество, как и сказал мой коллега Кудрышёв Игорь Леонидович. Это началось у меня пять лет назад, я долгое время работал в приёмном отделении больницы терапевтом, видел много смертей, особенно, что их мама объявлялась и к детям о потере, увидела все страдания, а потом ковид, столько смертей, сама лечила родителей, плюс папа-дед, мама-жертва, постоянная картина эмоционального насилия, вечный страх за маму. Ну, здесь история скорее про то, что вы вот драмировались, вы драмировались, на мой взгляд, достаточно сильно, вот, и вы, вы, возможно, ну, возможно, возможно, даже вы, 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 выгорели, выгорели, вот. То есть вам нужна помощь по восстановлению, вот такая тяжёлая в данном случае работа, она, конечно, не проходит даром, вот, и само собой вам вот нужна, нужно восстановление, то есть нужна, нужна и психотерапия, и нужна какая-то разгрузка, вот, от этого само собой, то есть, ну, вот, необходима, необходима вот эта разгрузка, которая, ну, которой у вас получается, нет, которой у вас получается, нет, а сейчас это вот такой очень тоже важный момент, на мой взгляд, потому что, действительно, это очень тяжело, то, как вы живёте, да, то, как вы, ну, в каком состоянии вы находитесь, при том, что у вас мама, жёртва, папа, детство, то есть это классическая такая история, ну, созависимость получается, и ваша задача, она заключается в том, чтобы, вот, из этого выйти, из этого состояния выйти, вот, для чего нужно работать, в том числе, вот, с личной ответственностью, которую вы берёте на себя за то, что происходит с вашей, ну, с вами, с вашей жизнью. Вот, в общем, раз за разом, так, плюс мой послеродовой период, ещё и развод, в общем, раз за разом, мой страх усилил, вот, ну, то здесь вы, по сути, повествуете о негативном, негативном, таком, родительском сценарии, вот, по которому вы, по сути, движетесь, движетесь сейчас, вот. Это неприятно, это больно, но это вот то, что с вами происходит, к сожалению, да. На данный момент, то есть, родительский сценарий корректируется, например, такой методикой, как, допустим, транзактный анализ, вот, то есть, через транзактный анализ, вот, корректируется, значит, корректируется, такая вот, ну, деструкция, которая вот у вас есть, сейчас, на данный, ну, на данный момент, получается, вот, дальше, так, значит, сейчас у меня панические атаки, особенно посреди ночи, но это все подавленные эмоции дают, особенно, навязчивые мысли, постоянно чувствую вины перед мамой и ребёнком, так, ну, навязчивые мысли, панические атаки, это повод обратиться к врачу, вот, для, ну, коррекции своего состояния, вот, для корректирования своего состояния, вот, для выявления, выделения у вас проблем, связанных с работой мозга, вот, и, соответственно, соответственно, корректирование их уже, вот, это вот такой тоже довольно важный аспект, на который необходимо обратить, обратить ваше внимание, вот, потому что ваше состояние, судя по тому, что мы можем видеть довольно зачистное, вот, ваше состояние, как мы можем видеть довольно серьезное, то есть оно серьезно на вас влияет, вот, серьезно оказывает воздействие на вас, вот, соответственно, его нужно корректировать. Дальше, так, это мешает жить нормальной жизнью, а вот нормальной жизнью, это какой? То есть, ну, вот, как бы вы жили нормальной жизнью? Что бы вы делали? Ну, вот, если мы говорим про нормальную жизнь, вот, как бы вы жили? Вот, на самом деле, это, это совсем не правильный вопрос, это очень серьезный и важный вопрос, потому что если у человека нет цели, или она, эта цель, неопределенная, вот, то мотивация, именно мотивация, что-то, что-то делать, она достаточно быстро и сильно теряется, вот, или ее вообще нет. То есть, вот, то, что вы вот этой самой жизнью не живете, о которой говорите, например, это тоже может быть как раз следственным результатом того, что вы, может быть, даже не очень понимаете, не очень знаете, а как, как вы вообще хотите жить. Вот, то есть, какой жизнью вы хотите жить вообще. Это тоже нужно определить, а к чему вы стремитесь, вот. Это очень важный аспект, на который тоже нужно обратить внимание. Постоянно навязчиво, так, значит, это мешало жить, дальше по-бытовому поругавшись с вами, боюсь потом, а вдруг? Постоянно навязчиво мысли пройти с ним все анализы, диагностику РД, особенно ночью, у меня ребенок плохо спит, постоянно у него спание, как раз в этот период все обостряет. Ну, вообще, мне здесь кажется, что у вас, как будто бы, вот, вообще, нет личного пространства, где бы вы чувствовали себя в безопасности. В безопасности вам бы его, вот, нужно организовать. Еще развод у меня, потому что выбрала мужа как папа, потому что я не сепарирована от родителей. Ну, развод – это психотравма, ее нужно помочь прожить, а от родителей нужно сепарировать. Вот, из-за страха потери они всегда на первом месте во всех отношениях. Ну, со страхом потери нужно работать. Это глубинное непринятие себя у вас, вот, здесь вот. С самого детства боюсь патриотипа, потому что он манипулировал тем, что умрет. Например, он с мамой прыгает, он говорит, что рано умрет, тем более у него опасная профессия. Я за него молюсь и уговариваю маму простить его, потому что он умрет, теперь за маму боюсь. Довольно избившего вы пишете, конечно, или, но я думаю, что если здесь вопрос великий, вам можно к священнику обратиться тоже поговорить. В итоге мне ненависть к отцу – это надо разобрать. Ненависть – это когда человек выступает препятствием для чего-то прерванного. Он сам довел действительно, ну, это перекладывание ответственности, плюс чувство вины за эту ненависть и обиду. Но маму с обидой можно поработать, ее можно помочь прожить. Потому что не защитил ни себя, ни детей своих, а стала жертвой. Из-за этого постоянно страх потери. Из-за чего конкретно страх потери – непонятно. Я не сепарирована, у меня нет личной границы, потому что не ставила, и родители, и муча постоянно внутри. Никогда не говорю «нет», это тоже мешает нормальную жизнь. Ну, этому можно научиться. Я в разводе, винил себя, дочка без отца растет. Винил себя, у меня полная зависимость от всех. Ожение, будто живу не в своей жизни, как будто просто существует. Даже плакать боюсь, вдруг потяну беду, ну, это элемент мистического мышления. Так, с чего я должен начать меня от себя? Ну, с психолога, чтобы вы прожить и проговорить все, что у вас накопилось. Очевидно, накопилось много. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.